В гостях директор компании SoftService Дмитрий Олентев. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Говорить мы будем о нашей отечественной разработке, разработке компании SoftService, системе, совмещающей в себе реальные виртуальные объекты, а также о других направлениях работы компании, представляющей собственное программное обеспечение. Все правильно? Все верно. Расскажите поподробнее. И желательно попроще? Дмитрий, да, и попроще о системе. Вот как по-английски это будет? Augmented Reality. И сокращенно AR. Давайте вот так, да. Да, совершенно верно. Мы занимаемся дополненной реальностью. Это сравнительно новое направление. Я вот услышал, что вы поняли про виртуальные объекты. На самом деле правильно называть, наверное, все-таки дополненная реальность. Это объекты, которые дополняют реальность, которую мы видим в окружающем мире. Сейчас мы разработали серию из пяти книг-раскрасок, которые доступны уже в продаже. Это книги, в которой, если говорить простым языком, ребенок может разукрасить какого-то героя, например, лошадку или снеговика, в любой цвет, который ему понравится, навести телефон и через телефон увидеть, как этот герой оживет. Ух ты, круто! То есть он будет передвигаться. Можно поиграть в небольшую игру с ним, нажимая по экрану. У нас в каждой книжке 14 героев. И можно, собственно, таким образом заинтересовать ребенка, который раскрашивать, в принципе, не особо любит. Специальная программа установлена в телефоне. Да, специальная программа в телефоне, она бесплатная, ее можно загрузить, навести на любую страницу раскраски. Обычная раскраска? Нет, это наша серия раскраска. Специальная для раскраски мы сделали вот эти материалы. Специальная раскраска и специальная программа. Все верно. Это наш первый опыт, которому не требуется особых компетенций. То есть делать раскраску не так и сложно. Мы это смогли сделать самостоятельно с художником, который с нами работал. В дальнейшем мы хотим развивать эту тематику и перейти больше в сегмент образования, чтобы помочь ребенку увидеть то, что обычно описывается текстом. Например, если говорить о тематике, например, биологии, допустим, клетка, как в ней расположено ядро, вообще как она устроена. Обычно это описывается текстом с некоторыми картинками. Используя нашу технологию дополненной реальность, можно увидеть, как эта клетка выглядит буквально через микроскоп. Можно ее повертилить, можно ее в объеме увидеть. То есть даже лучше, наверное, чем из-под микроскопа. Ну то есть именно вот в этом и заключается ваше изобретение, так скажем, да? Или еще что-то есть, помимо раскрасок и программы в телефоне? Ну в этом заключается эта технология. Технология, да. Да, это технология. То есть сейчас мы ищем как раз пути развития через людей, у которых есть компетенции в какой-то области. Ну, например, если говорить о биологии, то есть вот как автор хочет донести какую-то тематику до ребенка, мы можем ее сделать более понятной. То есть не описывать текстом, не представлять как-то в голове. А визуально ребенок может увидеть, ага, клетка, она вот такая вот. У нее ядро, то есть вот такого-то размера. Или если говорить не о клетке, допустим, возьмем сердце, например, человека. У него есть малый круг, большой круг, там есть желудочки, они как-то сокращаются. Происходит оборот крови. То есть это можно навести телефон опять же на эту книгу. И вот эта картинка, в которой нарисовано сердце, оживет и изобразится, как это все в динамике происходит. А почему детская тема? Больше, наверное, тема обучающая. А почему водопроводчика не научить соединять трубы правильно? Без проблем. Врача научить делать операции. Ну, опять-таки абсурд, конечно. Конечно, без проблем. Нет, на самом деле это не абсурд. То есть молодые специалисты, которые только выпущены из университетов, им тоже нужен некоторый пью, когда он знакомится с тематикой своей работы. Например, если взять авиационную промышленность, техники, которые закончили только вуз или техникум, приходят на работу, допустим, с двигателем, и ему иногда надо понимать, какие места надо проверить. Должен какой-то чек-лист, что обслужить нужно в этом двигателе. Наше приложение и программа может помочь как раз навести на это двигатель и будет подсвечено. Вот здесь, допустим, слева вверху момент затяжки болта должен быть такой здесь проверить. Болты какие-то, или давление, или проверить датчики. То есть, в принципе, тематика может быть любая. Почему детская? Потому что, опять же, мы как разработчики, у нас нет экспертности, например, в авиационной промышленности, или в чем-то таком комплексе. Мы сейчас встретили, да? Да, с чего-то надо начинать. С самого простого. Поэтому самое простое, с чего мы начали, это как раз книжки-раскраски. Их с ними было очень просто. Сейчас, как бы, можно из какой-то школьной программы, по крайней мере, она для меня понятна, но я не могу, опять же, являться автором. То есть, нам нужны какие-то издательские дома. То есть, мы должны сотрудничать с кем-то, у кого есть достаточно компетенции в этой области знаний. А мы можем сделать это, донести эту тематику очень понятно. Потому что сейчас новое поколение, если говорить, опять же, почему молодые люди, то есть, или дети, потому что это как раз поколение Z, которое уже работает немножечко. Рождается с телефоном, да? У них другое мышление. То есть, вот если взять, говорить обо мне, то для меня было нормально, скажем так, лет 10-15 назад, погрузиться в какую-то тему и думать над ней, углубляться в нее в течение часа, двух, трех, если она интересная. То есть, мы способны погружаться. Молодые люди, они мыслят более поверхностно, то есть, это не значит, что они чем-то плохие, они гораздо больший объем информации могут воспринять. То есть, вот такие короткими периодами обучения, то есть, они видели, поняли, перешли к следующей, видели, поняли, перешли к следующей. Вот если я одну тематику разберу, они могут 100, там, или 500 тематикой. Вот в этом хаосе они прекрасно разбираются и это воспринимают. Поэтому я считаю, что система образования, она должна меняться, она должна адаптироваться к новому поколению, к новым людям. Существует устойчивое мнение, что рынок программного обеспечения, всевозможных IT-технологий, это тема азиатских и американских производителей. Как новосибирская компания себя в нем ощущает? Вообще, у нас компания существует уже довольно давно, и мы работаем как раз не на российский рынок, а на мировой рынок. И я могу сказать, что мы находимся в очень хорошем и выгодном положении, потому что рабочая сила, которая стоит в Америке, то же самое, она достаточно дорогая. И я могу с уверенностью сказать, что многие американские компании аутсорсят свою работу в Индию, в Россию, на Украину. И, в принципе, и мы достаточно хорошо себя представляем. У нас много компаний, которые были рождены в Новосибирске, и сейчас предлагают свои услуги на мировом рынке. И мы, в том числе, этим же сам занимались. А как вы оказались в этом вообще, во всем, в этом бизнесе? Как вот эта компания родилась? Как рождался софт-сервис? Ну, то есть, мы с моим партнером Олегом Коучевым начали этот бизнес где-то, наверное, когда я был еще на втором курсе университета. Просто потому... А знаете, когда был... Даже был такой момент интересный, который, собственно, переломный момент. Были башни-близнецы, в которых врезался самолет. Ну, такая трагичная история. Но в этот момент был некий такой переход, переломный, когда компания, в которой я работал, просто сократилось финансирование. И я был вынужден где-то найти какую-то работу. Я пошел буквально по фриланс-сайтам и почувствовал, что я могу, в принципе, находить какие-то проекты. То есть, первые задачи, которые были у нас, это как раз проекты небольшие, которые мне удалось взять самому. Потом я привлекал своих одногруппников. Потом постепенно мы выросли в более крупную компанию. И сейчас, собственно, занимаемся не разработкой для кого-то, а разработкой собственных продуктов. Это тот акцент, на который мне хочется, собственно... И участвуйте в конкурсе «Точки роста». Да. Да. Давайте перегрёмся ненадолго и потом продолжим. Хорошо. Надо сказать, что заявки на конкурс принимаются до 30 сентября. Подробности на сайте vn.ru. Сегодня мы знакомимся с Дмитрием Алентьевым. Он директор компании «Софтсервис». А что касается компании, ваши сотрудники – это новосибирские специалисты или приглашённые? Новосибирские, да. В основном это выпускники вузов НГУ, НГТУ и ещё кто-то. Но у нас много вузов. Да. Отлично. Ну а клиенты тогда? То есть мы поняли, что направлено сейчас на детей. А кто клиенты? Ну то есть у нас вообще существует три отдела. То есть два из них работают в основном на зарубеж. Не будем углубляться про них сейчас. Да. Есть один отдел, который работает по дополненной реальности и виртуальной реальности. Это два таких экспериментальных направления, которые в данный момент ещё не могут приносить какую-то колоссальную прибыль, потому что это только зарождающая технология. Моя задача – занять своё место в этой технологии. Я считаю, что мы придумали одно из лучших программных решений. Даже не одно из лучших, то есть я лучше ещё не видел. То есть те программные решения, которые реализуются компаниями-конкурентами, то есть у нас есть конкуренты, которые делают примерно то же самое. Но есть отличия в их решении, которые заметно отличают нас от них. У нас есть масштабируемость, то есть мы можем наши решения применять на большое количество книг. У них, как правило, оно заточено под их продукцию. И то, над чём мы хотим сейчас сконцентрироваться, это на том, чтобы мы могли как раз привлекать какие-то издательские дома или методическую литературу тех людей, которые могут делать какую-то печатную продукцию, чтобы они импегрировались с нашим приложением. Это было бы здорово. Разрабатывали как раз эту дополненную реальность. У нас уже есть сотрудничество. Первый клиент буквально два дня назад появился. Это детский комикс. Ну, то есть такой, опять же, развлекательный. То есть, хоть я и хочу сосредоточиться на образовательных вещах, то есть это требует больше времени и более глубоких знаний для того, чтобы это реализовать. Учебник истории, допустим, открыли, навёл, да и он замок перед тобой, там, средневековый. Да, да. Или оружие, например, древнее или какие-то древние орудия труда, которым пользовались когда-то несколько веков, там, или даже тысячелетия назад. Легко. Но для этого наши модели, которые сделали, то есть у нас есть в офисе 3D-модель, который может отрисовать эти объекты, но их надо показать специалисту, чтобы он сказал, да, она написана правильно. Если мы сделаем её неправильно, ну, это будет не совсем корректно донесённая информация. Если же говорить о комиксах, ну, какая, по большому счёту, разница, насколько точно мы повторим идею автора. Ну, там тоже есть автор, который проверяет, насколько хорошо мы это сделали. Слушайте, можно таким образом замотивировать современных детей, не читающих, читать. Совершенно верно. Как бонус, да, прочтёшь главу, тебе там картинка живая. Это круто, это тоже надо. Это уже используется, знаете, один из примеров был, то есть человек учится по методическому пособию, ребёнок учится по методическому пособию, по процессе изучения он получает такие, как медальки наклеивающиеся. То есть у него есть такая картинка, где он эти медальки наклеивает. Идея мы ещё не рисовали, мы не реализовали, но идея заключается в том, что в зависимости от того, сколько медалек он получил, при наведении на телефон у него получается разный результат. То есть у него какой-то видимый такой прогресс, который отображается, и он видит. Ну, главное, надо заставить его сначала прочитать, продаваться, так сказать. То есть есть преподаватель, который, собственно, эту медальку и дарит, которую нужно приклеить. Класс. Как раз вы оцениваете уровень отечественной IT-индустрии в целом? Сможем мы конкурировать, да? Когда-нибудь с азиатами. Я вообще уверен, что наша IT-индустрия вообще одна из самых плетирующих. Если рассматривать даже... Есть, конечно, крупные компании, да? Можно их и называть, наверное, да? Ну, понятно. Google, например, да. То есть они действительно, лидеры, они разрабатывают передовые продукты, но в частности в них же работают наши русские специалисты. Проблема, наверное, у нас в России в том, чтобы, ну, помочь, наверное, компаниям легче выходить на международный рынок. Ну, причем помощь есть, в принципе, и я ощущаю. То есть, например, у нас есть льготы по выплатам социальным, при выплате зарплат. То есть это значительно помогает. Потому что есть индийские компании, у которых вот этой проблемы, например, нет. У них специальные льготные условия. Им вообще легко. Ну, у нас, в принципе, никакая уж тяжелая ситуация. Специалисты есть, и действительно хорошо подготавливают, улучают. И в целом я могу сказать, что у нас очень хороший уровень. И напоследок, Дмитрий, что для вас участие вот в этом конкурсе точки роста? Как вы вообще видите дальнейшее развитие компании? Я хочу рассказать об этой технологии. То есть о том, какую пользу она может принести. И мне бы очень хотелось привлечь внимание Министерства образования, в частности, о том, что есть действительно новое поколение. Есть новые люди, которые мыслят по-другому, у них другой склад ума, у них другое видение. И нужно действительно, надо менять нашу систему образования. Те методики, достаточно скучные, они уже не работают. Должно быть, как это называется, то есть совмещение образования с развлечением. То есть ребенку должно быть интересно. Это давно используется в мировой практике. Я бы хотел, чтобы у нас это тоже было. У меня есть двое маленьких детей, и я бы хотел, чтобы им было интересно изучать. Это то, что меня, в частности, мотивирует вот этим заниматься. Несмотря на то, что сейчас особой доходности с этого нет, но я чувствую, что перспективы в этом обязательно будут. Это здорово, и мы вам этого желаем. Спасибо. Напомню, что издательский дом «Саветская Сибирь» и «Радио 54» представляют в эфире «Радио 54» встречи с участниками конкурса «Точки роста». Сегодня у нас в гостях был директор компании «Софт-сервис» Дмитрий Олентин. Дмитрий, спасибо большое за беседу, за ваши разработки и дальнейших вам успехов. Да. Спасибо. Я тоже покидаю студию. И тебе успехов пока. Да, спасибо. Евелина Ларина. Александр Часоведев. Всем добра и позитива. Живите интересно. Спасибо. Спасибо.